Ведущий канала телепутешествия Виктории нравится изучать разные города. Она считает, что нет ничего лучше прогулок и походов в музей. Вика знает всё о самых интересных местах и событиях. Андрей не представляет свою жизнь без рыбалки. Уверен, что время, проведённое у водоёма, позволяет узнать любой город и живущих в нём людей. Умеет совмещать рыбалку с посещением достопримечательностей. Чей же выходной окажется самым клёвым? Для человека, который путешествует самостоятельно, Великий Новгород – образцовый город. Часть и туриста здесь на первом месте. И организовано всё практически как в Европе. К примеру, есть тут центр развития туризма «Красная изба». Там расскажут, куда сходить, где жить, что в Новгороде делать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приехала в Великий Новгород и хочу всё здесь посмотреть. Может быть, у вас есть гид какой-нибудь или карта? Смотрите, да, можете взять такую карту города. Здесь город на обратной стороне, подкрытый наш исторический центр. Можно взять вот такой бесплатный путеводитель. Здесь тоже краткая информация по достопримечательности. Можно взять вот аудиогид. Я в Великом Новгороде. Город маленький, всего 90 квадратных километров, но на этом месте сосредоточено 37 памятников и списка всемирного наследия ЮНЕСКО. На секундочку, в Италии их 51 по всей стране. Я думаю, здесь будет на что посмотреть. Сделаю я это по-своему. Великий Новгород, жди меня! Ну что, пришло время для аудиогида. Сейчас мы узнаем, что это за памятник. Монумент Победы поставлен в ознаменование разгрома фашистских войск Советским Союзом. Расположен на Екатерининской флоте. Классная получилась прогулка, насладилась живописнейшими видами. Теперь хочется посмотреть главную достопримечательность этого города – Кремль. Но там только пешеходная зона, не пускают на сегвеях, поэтому придется бросить своего двухколесного друга. Здравы будьте, гости хорошие! Здравы будьте, гости любезные! Люба мне, боярину Новгородскому, Сбеславу Якунычу, вас встречать, привечать во великом государе Новогороде. Чудеса наши показывать. А чудес у нас, как звезд на небе, все не оглядеть краем глаза лишь и полюбуйтесь. Мешкать нечего, в путь пора, за мной, за бояриным, двинемся! Этого колоритного господина в обычной небоярской жизни зовут Игорь Петров. Он учитель истории. А в свободное время – самый популярный экскурсовод в Кремле. Так о достопримечательностях Новгорода вам еще никто не рассказывал. Чудо первое перед вами. Памятник великий, огромный. Называют памятник тысячелетия России. Отчего поставлен в Новгороде, а не в ином городе, легко сказать. Пишут летописи. Отсюда, с новгородской земли, государство наше пошло. Вот почему через тысяча лет от начала княжения Рюрика задумались ставить памятник и первому князю, и всем людям великим, что за тысячу лет Русь прославили. На памятнике 129 фигур. Это государственные деятели, писатели, художники, военные, просветители. Интересно, что изображения царей и князей можно использовать в качестве ориентира. Они указывают на столицы нашего государства, бывшие и настоящие. Рюрик на Киев, Иван Великий на Москву, а Петр Первый на Санкт-Петербург. Если заблудитесь, пользуйтесь. Вот оно сердце великого Новгорода, храм Софии Божьей Премудрости. Самый древний храм на Святой Руси теперь. Куда не пойдешь, древней не найдешь. Но не буду хвастать. София Царьградская в Стамбуле нынешнем турецком, постарше нашей. И София Киевская. Наша-то первая правда была старше София, чем Киевская. Ставлена сразу после крещения. Но была она деревянная, о 13 куполах. А как с гори и поставили каменную. Если вы меня спросите, почему я начал свое знакомство с одним из самых древних городов России, Великим Новгородом, именно здесь я объясню. Тут соединяется старое и новое время. Это Гонзейский фонтан. Его возвели в 2009 году в честь возрождения средневекового духа Гонзейского союза. Фонтан – это огромный гранитный цилиндр с абсолютно плоским верхом. В центре большой круг – это символический стол переговоров, где каждый участник чувствует себя равным другому. По краю мозаикой выложены гербы 16 стран-участниц Новой Ганзы. Фонтан сразу стал местной достопримечательностью. Здесь теперь с удовольствием гуляют и горожане, и туристы. Молодожены приезжают в обязательном порядке, дабы сделать свадебную фотографию и бросить, как это водится, на счастье монетку. Я тоже так сделаю и загадаю желание. К слову сказать, муниципальные власти раз в месяц собирают деньги из этого фонтана, и они идут на нужды города. Правда, по всей видимости, не все деньги доходят до муниципалитета. Где поймать рыбы в Великом Новгороде? Таким вопросом задаваться не приходится, потому что здесь для этого возможностей предостаточно. И первое, куда тянет рыбаков, это река Волков, на которой стоит этот прекрасный город. Сейчас мы сделаем первый заброс, надеемся, что он не принесет нам рыбы. Но вы же помните, если с первого заброса у нас сразу рыба, то в дальнейшем мы можем остаться вообще с носом. Но в любом случае попытаемся, узнаем, кто здесь обитает. Итак, приманки, на которые сегодня я собираюсь здесь ловить, грубо говоря, разделю на две категории. Это легкие и более тяжелые, хотя веса здесь, наверное, подойдут не более 10-12 грамм. Из легких это маленькие воблеры, вот такой вот Юзурик 44, это классика, потом резины, небольшие вот такие вот стики с грузами для дропшота 10-8 грамм, небольшие вертушечки и более серьезные, это вот поролоновая такая вот мандула, это не зацепляйка поролоновая, потому что здесь есть судак, есть вот такая вот незацепляемая резина и джиг-головка, которая, возможно, пойдет в последнюю очередь, потому что, как местные рассказывали, здесь огромное количество зацепов. Поймать я хотел, конечно же, судака или щуку, пусть даже небольшую, а попался мне мой старый полосатый знакомый. Господи, неужели Голавль? Это платва! Друзья мои, это платва! Я думал, Голавль соблазнилась на вертушечку. Миленькая, вот, давай, сфотографируемся, и мы тебя отпустим. Вот такая вот на вертушечку, первый номер. Новгород – это не только древняя история. Пока искал место для ловли, изумился в сложной архитектуре местного академического театра драмы имени Достоевского. Как называется этот стиль, ума не приложу, может быть, странный. Говорят, проектировать окна театра помогал Андрей Макаревич. Да, музыкант, вы не ослышались. Пока меняю место, поделюсь с вами одной историей, из-за которой не хотелось мне рыбачить здесь, в Великом Новгороде, на Волхове. Даже сейчас мурашки пробегают по тему. По древнему новгородскому преданию пришел когда-то в эти места скифский князь Славен. Построил город на берегу реки Мутной, которую позднее стали называть Волхов по имени старшего сына Славена. Волхов был чародеем и, судя по всему, не очень хорошим человеком. Разбойничал на реке, превращаясь в лютого зверя, китовраса или в чудовище наподобие крокодила. Об этом повествуют сказания Славене и Руси. И это не только легенда. По словам местных жителей, в реке действительно обитает какое-то чудо-юдо, пожирающее людей и переворачивающее суда. В 2007 году житель Великого Новгорода в январе месяце, проходя по пешеходному мосту в Полынье, увидел нечто. В этом нечто было приблизительно 4 метра. Оно переливалось всеми цветами радуги и на поверхности было в течение часа, а потом скрылось в пучине вот Великой реки. Смотрите! 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 Показалось. Если серьезно, специалисты тогда сошлись во мнении, что это могло быть выдра или нерпа, толкающее бревно. А вот мой любимый вариант. Приезжал цирк, и артисты забыли своего питомца, который теперь и плавает в Волхове. Новгород я бы смело рекомендовала любому гастротуристу. Каждые три месяца на берегах Волхова проходит какой-нибудь значимый международный гастрономический фестиваль. Так что в этом городе я поем основательно. Что-нибудь родное, душевное, исконно русское. Вот я вас хочу познакомить с шеф-поваром ресторана Ириной Николаевной. Здравствуйте! Здравствуйте! Какие в вашем ресторане самые необычные блюды? Ваши любимые какие-нибудь? Что вам нравится? Мне нравится очень готовить рыбу. И жареная, и пареная. Можно вяленую делать, можно запекать кулебяки всевозможные, можно тельное, знаете, что это такое? Не знаю. Рыбные котлеты. Нет, все, что перекручилось или все, что рубилось, раньше не крутили, все, что рубили рыбу, это называлось тельной. Сегодня я вам покажу ильминский судак с кулебяки. Кулебяка у нас будет очень большая. Делаем такие вот надрезики. Добавляем сметану с чесноком и зеленью, а потом кладем внутрь квашеную капусту, предварительно обжаренную с морковью. Рыба-судак жареный, разрезан на пластинке, по 2 сантиметра у нас нарезана. Закрываем красивой такой лентой и отправляем ее в духовку, на 20 минут в духовку. Не смазываем, ни в коем случае не смазываем яйцом, потому что если смажем яйцом, то яйцо склеит тесто, и тесто не будет подниматься. Ну, 20 минут прошло, и наша кулебяка запеклась. Вот это я понимаю кулебяка. Я просто пробовала раньше, они все были какие-то маленькие, сморщенные, это огромное, вкусно, очень пахнет. А это что такое? Это у нас блюдо называется «Боярская трапеза». Взяли сюда похлебку рыбную из судака и репы, кулебяка с судаком и капустой. Обязательно хреновушку нашу новгородскую. Хорошее дело. Есть кулебяку, запивать хреновухой, чисто по-русски. Я на самом деле думаю, что мне сейчас повезло больше, чем Андрею. Андрей сейчас стоит, наверное, бедный и ловит эту рыбу, и поесть ее, наверное, не сможет. А я здесь, мне очень вкусно. Интересно, повезло ему или нет сегодня. Вам, наверное, известно, что Кремль в Москве охраняют не только спецслужбы, но еще и птицы. Соколы сапсаны. Эти пернатые вписаны в обязательное штатное расписание. Они защищают золотые купола от вороны голубей. Но Кремль есть и в Великом Новгороде. Так вот, кто защищает его в этом, я сегодня попытаюсь разобраться. Иван, это настоящий уголок живой природы в центре Великого Новгорода. Расскажите про своих питомцев. Но в первую очередь мне интересен вот этот вот экземпляр, вот этот охотник. Шапочка, это кто? Это сокол балобан. Балобан – это от туркменского слова, которое в переводе означает «собака». То есть сокол достаточно умен. Естественно, по меркам соколов такие используются в соколиной охоте, такие используются в орнитологических службах, в, допустим, Кремлях, в аэропортах и, в частности, в Новгородском Кремле тоже. Соколиная охота известна с давних времен. Например, в Великом Новгороде нашли путу с костью ястреба и клобучок XIII века. Кстати, защитники животных могут быть спокойны. Эта шапочка не вредит птице, а наоборот, защищает ее от стресса и позволяет отдохнуть. Во время самой охоты клобучок может выполнять еще одну интересную функцию. Птицу можно приучить к тому, что снятый клобучок и открытые глаза означают начало охоты. Именно поэтому он сейчас сидит в клобучке. Вечером будет тренировка и он четко знает. Сняли клобук, все, рядом есть добыча. Неважно, это муляж добычи, реальная добыча. Он уже ее ищет и благодаря этому реагирует быстрее. Почти всех пернатых сотрудников передал циколиному двору местный центр помощи дневным хищным птицам и совам. Здесь они тренируются и иногда демонстрируют свои умения. Иван, ну давай сначала объясним для наших телезрителей, почему ты переоделся, для того, чтобы не пугать птицу, да? Да, бесспорно. Все-таки большой, просторный, яркий костюм это все-таки лишний, отвлекающий фактор для птички. Ей гораздо привычно видеть меня, скажем так, в гражданской одежде. Знакомьтесь, Хельга, пустельга, защитник Кремля. Задача Хельги в первую очередь летать на перчатку по команде вне зависимости от условий. Может показаться, что в этом нет ничего сложного. На самом деле это годы работы и максимальное доверие. Дикая хищная птица, которая возвращается к человеку вместо того, чтобы улететь. В Великом Новгороде музеи почти на каждом шагу. Так что пройти мимо не получится. Я и пытаться не буду. Начну, пожалуй, с музейного цеха фарфора. Мы сейчас с вами находимся внутри печи. Раньше такие большие круглые печи называли горными и именно в горных обжигали фарфоровые изделия. Наша печь точно такая же, как и на самом производстве. Такая же по форме, по размеру и даже приблизительно по цвету кирпича. И здесь у нас представлены разные способы декора фарфоровых изделий. Художники используют различные краски в первую очередь. Красочки могут быть подклазурные. Это те краски, которые наносятся на подсохшее фарфоровое изделие. Красочки могут быть наоборот надклазурные. И сегодня очень часто вместо ручной росписи на производстве используют уже готовые картинки. Такие специальные картинки называются деколь. Их приклеивают на фарфоровое изделие и обжигают в печи. Особая гордость новгородцев темно-синий кобальтовый фарфор. Сейчас такое, конечно, производят многие предприятия. Но впервые он был сделан местными мастерами на заводе Возрождения. Поэтому считается настоящим символом новгородской земли. Мы сегодня с вами попробуем расписать такую небольшую декоративную тарелочку. Расписывать эту тарелку мы с вами будем акриловыми красками. У вас получится сувенир, который вы потом заберете с собой домой. Следующий музей, который обязательен для посещения – Центр музыкальных древностей. Вау! Запах еще такой, как у бабушки в деревне. Пахнет настоящим русским домом. Центр занимается в основном музыкальной археологией. И отчасти еще изучением народной культуры. И когда мы говорим такое словосочетание «музыкальная археология», что вам приходит на ум в первую очередь? Мы занимаемся именно звуками. И музыкальная археология изучает не столько музыкальные инструменты, и вообще не музыку совершенно. Мы вообще изучаем человека на самом деле. Здесь хранится все, что может издавать звук. Колокольчики, бубенцы, какие-то трещотки и даже инструмент, которым на святках пугала друг друга молодежь. Для древнерусской культуры гусли – это все струнные музыкальные инструменты. Есть смечковые, щепковые. Но если бы вы пришли в Древний Новгород и спросили о гуслях, то наверняка вас бы спросили, о каких гуслях вообще идет речь. Потому что и это гусли, и вот это гусли, и это тоже гусли, как ни странно. Но интереснее всего то, что здесь можно услышать, как звучал древний город. Инструменты одиннадцатого или тринадцатого века можно даже потрогать. А если не страшно, то и сыграть на них. И я рискну. Новгород пусть и великий, но мне его казалось мало. Хотелось взять от этой поездки все. А тут как раз хорошее предложение поступило побывать в деревне Любытина. Это наверное единственный в России музей под открытым небом, где показано, как жили славяне в десятом веке. Здесь при помощи археологов были построены порядка десяти домов, которые были возведены по всем древнейшим законам и без единого гвоздя. Здравствуйте! Здравствуй, добрый молодец! Милости просим к нам в гости. Спасибо большое! Давайте смотреть. Итак, перед вами реконструкция славянской деревни десятого века. Территория под постройку данной деревни выбрана не случайно. Здесь действительно тысячу лет назад жили наши предки славяне. Этому есть несколько свидетельств. Во-первых, здесь вы можете увидеть сопку. Это погребальная насыпь десятого века, подлинная. Также археологами было найдено две погребальные площадки. Все конструкции домов в деревне слегово-самсовые. Что это значит? Вот эти бревна, которые тянутся на протяжении всей постройки, называются слеги. Куда они вставляются, вот продолжение стены трехугольной, это их досок. Именно колотых, не пиленных. То есть брали бревно, вдоль бревна вбивали клинья, и бревно расщеплялось на две половинки. Так делали доски. Все дома без окон. А глядя на двери, можно подумать, что славяне были низенькими, как хоббиты. Но это не так. Нормального они были роста, как мы с вами. А все эти хитрости, чтобы в доме не мерзнуть. Ради этого и крышу специальным способом крыли. Сначала шесть слоев бересты, чтобы вода не протекала. Потом несколько слоев дерна, чтобы тепло дольше сохранялось. Весь этот бутерброд держался на курицах, корнях деревьев. Куда ни глянь, чудеса инженерной мысли. Я прошу прощения за то, что напрашиваюсь в гости, а можно заглянуть внутрь, чтобы познакомиться? Конечно же, можно зайти, пройти, потрогать, если вам что-то захочется рассмотреть поближе. Только будьте, пожалуйста, аккуратны. Двери низкие, не забывайте. Я уж на коленочках поклонитесь батюшке домовому и входите. Внутреннее убранство дома достаточно нехитрое. В дальнем углу находится печь. Печь-камень. Так. Топилась печь по-черному. Огонь в печи разводили при помощи огнива. Как здесь все удачно сложилось. Не только достопримечательности, но и река Мста рядом. А мимо хорошего водоема я, как вы понимаете, пройти не могу. Как же здесь хорошо. Вот хотя бы ради этого стоило приехать в деревню Любытина и даже не заходить на территорию музея, а подойти к этой замечательной реке и увидеть это поле, местную скотину. Без всякого интернета, без вай-фая, без троллейбусов, метро большого города она сладится природой и новгородской настоящей землей. Я сумасшедший. Я сюда взял спиннинг. Я сейчас порыбачу здесь. иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот моя маленькая. Вот такая вот маленькая щучка-травянка здесь. Сейчас мы тебя отпустим и тебе покажем. Но мне кажется, если под берегом стоят вот такие вот небольшие щурята, то на серединке можно добыть двушку и трешку. Вот ты говоришь, ты устал. А я, например, совсем вот не устал. Ты даже туфли сняла. А я... Нет, я соглашусь. Эмоционально я немножечко притомился. Но город настолько... Что у тебя постоянно здесь? Город настолько небольшой, компактный. Ну, я ходил, я много рыбачил, я переходил с одного берега на другой, но тем не менее какую-то физическую усталость такую. Подруга твоя? Познакомить? Нет, мы только что встретились. Я тебя ждал на самом деле. Как у тебя все прошло? У меня прошло все отлично. Правда, после прогулок по Кремлю не могу избавиться от акцента древнерусского. Ой, а что у тебя в пакете? Слушай, я хотела оттянуть этот приятный момент, но на самом деле это подарок для тебя. Да, в музее фарфора я сделала для тебя тарелочку. Разрисовала. Вот клевый выходной написал. Сделала своими руками тарелку. Спасибо тебе большое. Да, но есть из нее нельзя. Это только для декора. Я тогда повешу ее на стену в прихожей. Когда буду возвращаться домой, всегда вспоминать тебя. А я, в свою очередь, дарю тебе всю рыбу, которая обитает здесь, в Великом Новгороде, в реке Волков, в черте города. Какой ты щедрый, Андрей. Вот такой вот я. Ну что, поехали? Не хочется, но поехали. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»